Здравствуйте, глубоковажаемые любители ледных видов спорта! Мы на Прид-Дрекаппине! Ну, пока мы только в моем автобусе, вот как ездят, так сказать, настоящие планиристы. Спальник теплый, ну и, в общем, все остальное счастье. Приехал в 2 часа ночи, запарковался, выспался, готов к приключениям. Посмотрим выставку? Хе-хе-хе, погнали! Друзья, что мы увидим после входа сразу? Да планира! Вот, смотрите, вход на выставку, а вот планира. Да, наверное, это очень показательно, потому что, как вы знаете, планиризм развился в Германии после Версальских соглашений, когда нельзя было иметь авиацию, никакую, кроме планиров. Вот и планира. Они сначала были без мотора, а теперь, посмотрите, все с мотором. Просто аллея планиров. Ну, это просто праздник какой-то, потому что в прошлый раз не смог вам ничего показать на выставке, потому что был ковид, и планиров не было. А сейчас их как грязи. Сейчас мы пройдемся рядом с каждым и попробуем посмотреть подробнее, что же здесь нам напихали. Планерный рай! Из нюансов на выставке тепло, на улице холодно, я приехал в шортах. Ну, в Провансе тепло, вот, поэтому, конечно, выгляжу я здесь как идиот, в шортах все в штанах, но ничего, такое бывает. Здравствуйте, клубокважаемый любитель ледных видов спорта. Да, привет. Ну, я тебя счастлив видеть. Я тебя тоже счастлив видеть, но так долго. Друзья, думаю, этого человека вы все знаете. Думаю, знают, да. Потому что я у него учился снимать видео. Мы наконец-то встретились в первый раз в жизни. Фейс-то-фейс. Фейс-то-фейс, да. Ну и выключаем эту гадость. Принимаем вставки. Влезет или не влезет? Да, сто процентов. Я тебе, я всунусь. Будешь летать в панерке? Я, кстати, начал свою летную жизнь с панера. Панера? Да. На Бузовой. Есть такой бланник с мотором от Вольксвагена. Его хозяин Виктор Семенович Бублик. Это такая легенда украинской авиации. Вообще, очень человек. Ну, легендарный. Наверное, я его поставил бы там, ну, чуть ли не на уровне Антонова. На этот. Это, ну, живая легенда. Дай бог ему здоровья. И я начал летать именно на панере. В первом же полете у меня сильно стошнило. Потом выяснилось историю, что мой папа, у которого там почти под 40 тысяч часов, когда я ему сказал, что я собираюсь сейчас становить летчиком, он приехал, и Виктор Семенович выставил бутылку коньяку и сказал, слушай, отбей моему сыну желание летать навсегда. Просто, чтобы он этой фигнёй не занимался, и всё. И он, Виктор Семенович, выполнил свою работу на отлично. То есть я действительно приехал, мне пришлось мыть кабину. Ну, начал я с бланника, и вот довело это меня до этого. Так что я с удовольствием, с удовольствием полетаю. Отлично. Я вот такой штамминер из Южной Африки, и я уже получил. Принудно. А пообещал со мной прилетать. Всё. Всё. Отлично. Как вы знаете, друзья, я летаю на Южи 32МИ фирмы Шляйхер. И вот, пожалуйста, планер фирмы Шляйхер. Новейшие, новее не придумаешь. Это электрическая версия. Вот она, пожалуйста, присутствует. Это, конечно, будущее. Вот вам всё семейство, которое сейчас производится. И, например, берём вот эту версию, 35МИ. Что это такое? Вот он, планерочек с ненавистным мне Ванкелем. Сколько же я с ним всякого наимел геморроя. Планер с двигателем Ванкеля я никогда бы не купил себе. А что бы я купил бы? Вот это вот значительно лучше. При этом вот этот планер, он беззакрылочный. Позиционируется в классе, ну, что-то типа стандартный класс. То есть максимально недорогой. И да, есть двигатель электрический, который можно использовать для самовзлёта. Как вы видите, закрылков нет. Есть только элероны. Зато планер, ну, относительно дешёвый. Но относительно, потому что, конечно, штукать стоит всё равно безумно дорого. Но главная интересная составляющая этого планера, ну, такой моторчик, который, вы видели, как я летаю на пепестреле, уже с этим моторчиком великолепно. Как вы понимаете, надёжность электромотора максимальная. Контроллеры и прочая гадость отработаны достаточно хорошо. Батарейки здесь, скорее всего, в крыле. Да, и это идеальное решение. При этом, вот, это 34-й аппарат, а есть 33-й. 33-й мы ещё увидим, как выглядит планерный прицеп. Как раз производитель, который показывает, как у них хорошо работают пружины, какие прекрасные есть ящики под инструмент. Был у меня в Комет прицеп, в принципе, неплох. Все трейлеры примерно одинаковые. И, конечно, удобно иметь свой прицеп. Я сейчас, основная моя идея, избавиться от трёх прицепов и сделать один. Но у меня прицеп фирмы Avionic очень высокий, и поэтому туда влазит и штемме, и аркус будущий, и пепестрель даже, если я захочу электрички себе купить. Универсал. Друзья, как вы думаете, что это такое? Это именно то. Оно делает туда, и потом уходит вниз. И дальше шасси. Вот проблема в том, что если пользоваться этой штукой, то шасси очень быстро гниёт, и потом разваливается через много лет. Поэтому делайте это в бутылочку. Ну, в худшем случае, как аус-пакетик. Каща добар. Друзья, это грузики, которые регулируют на планере SK21B возможность сделать штопор. Такой красивый ящик. Ну, не считайте, что с золотом, но почти. У меня такой тоже есть. Такой планер мы пытались сделать реактивным. Был проект «Однотысячная мечты», но ввиду определённой геополитической ситуации в мире, он закрыт. И такой планер у меня был, но теперь его уже и нет. Планер великолепный. Самый лучший учебный планер на планете лучше просто не бывает. В обычном виде не штопорит. Чтобы штопора делать, вот как раз используются все грузики. Ресурс 18 тысяч часов, это 18 тысяч часов. И вот он, знаменитый 33-й. Чем он уникален? Тем, что, ну, наверное, если брать электрические планера, то это лучший электрический планер на планете. Лучше не бывает. Почему? Во-первых, у него батареи находятся в крыле. Тем самым они разгружают крыло и не нагружают фюзеляж. Достаточно много места остаётся свободным багажник. То есть можно запихать кучу всякого барахла. Ну, конечно, барахла не очень много, но в целом нормально. Ну и так далее. И вот эта красивейшая кнопка. Зачем эта кнопка нужна? Если вдруг планер бабахнул и нужно что-то отключить всё сразу, значит, бам, по кнопке и всё. Это больше для аварийных служб, чем для пилота. Ну и для пилота тоже, если загорелось, надо всё отключить. Потом можно всё отключить. Резонный вопрос моего друга. Как подсоединяются в крыло батарейки? Вот разъём. Вот он такой большой, массивный, красивый. Разъём ещё. Чпок. И ими подсоединяются батарейки. Очень красиво сделано всё. Конечно, я фанат электрических технологий. Такой моторчик у меня, я уже сказал, есть на пипестреле. Я на нём полетал. Мощность огромная. И здесь огромный плюс, что можно сделать большущие батарейки. То есть вот это крыло, идёт батарея большая, которая загружает именно крыло, а не фиделяж. Повторю, что это очень грамотное решение, которое в сумме позволяет сделать планер легче. Вот это решение с двойной дугой, ну кажется мне всё-таки таким условным, потому что моно-штука была бы в некотором роде крепче. Ой, не крепче, а создавала бы меньше сопротивления. Но зато такая конструкция крепче. То есть с инженерной точки здесь всё сделано просто идеально. Вот этот, кроме палки, конечно, все торчащие в поток. Вот представьте, здесь кончик винта. Самое, что на ней есть сопротивление потоку. И, пожалуйста, у вас куча всего, включая створки. Створки в идеале можно было бы закрыть, как часто делают некоторые другие производители. Но в этом случае остался бы без охлаждения контроллер. То есть, как вы видите, всегда любое инженерное творение – это компромисс. Но это очень хороший компромисс. То есть, это практически идеал. То есть, по сумме решений, наверное, лучше ничего ещё не делают. Сколько в этом планере энергии? 8,6 кВт-часов – это много. Это много, потому что в том же пипестреле, на котором я летаю, сейчас 9,6 кВт-часов. То есть, для одноместного планера это просто немерено. Я не удивлюсь, если эта штука, ну, допустим, 2,5-3 км набирает на моторчике. Сейчас посмотрим в каталоге. Набор идёт 2,5 метра в секунду, 2,2 метра набирает. Я могу уже специалистом считаться по электрическим планерам, могу не глядя и не думая, смотря на размер батарейки, ну, в смысле, ёмкость, считать, сколько штука налетит, поднимется. Надо дать должное у пипестрели. Сейчас новая батарейка на 20% больше, где-то 12 кВт-часов, соответственно, 3 км. Ну, вот, 3 км – это уже 3 взлёта по километру. Это уже немало. Друзья, многие считают, что электрические пилонера опасны. Да, были случаи, когда батарейки возгорались, и, например, был случай, когда в Новой Зеландии погиб пилот из-за того, что сзади, за ним за спиной загорелась батарейка. Бах-бабах, ну, в общем, никто не выжил. С литифером технология, она и до, в домах используется, для домашних накопителей энергии. Вот это ставить, что домой страшно, что, честно говоря, в плане страшно, и в мотоцикл страшно. Ну, мотоцикл можно, там особо гореть нечему. А вот, представляете, если здесь летим мы летим, загорается вот тут вот сзади. Здесь вообще парашют с ракетой. Очень было бы неприятно. Так что переделать очень нужно. А если на правильной штата сломалось? Не надо ломать ничего. Нет, только когда в боёте сломалось. Ну, тогда парашют выстреливаешь, и всё хорошо. Ну, хорошо, хоть человек прожил длинную жизнь, ему было больше, там, 77 лет, что ли. Но в любом случае смерть – это не очень хорошая идея на планере. И как с этим борются? В новых во всех системах, которые сертифицированы, а все вот эти планера, они уже сертифицированы, используется один принцип. Ни отказ одной ячейки не должен приводить к пожару батареи. Это вот с, там, не знаю, там, какой-нибудь 2002 года, это святое правило, которое производители уже используют, потому что техника до этого дошла. То есть действительно можно собрать батарею, одна ячейка бабахнет, при этом вся батарея не бабахнет. Поэтому пожар маловероятен. Мало того, на данном планере у нас, как вы понимаете, батарея в крыле. Если уж загорелась батарея в крыле, это не фюзеляж. То есть вы сидите где-то там рядом, вот она там где-то горит, и пёс бы с ней. Самое страшное, когда оно у вас действительно полыхает сзади, пережигает там, например, парашют, который весь планер спасает. И, в общем, это, конечно, очень страшно. Поэтому мир постепенно от вещей, которые так не очень-то безопасны, переходит к вещам, которые максимально безопасны. Вот этот планер, это вот то, что надо в этом смысле. Посмотрим, как другие делают. Это, друзья, секретная информация. Это тот планер, который будет у меня, может быть, с середины лета. То есть осталось ждать 2-3 месяца. В принципе, за него, благодаря великолепным друзьям, почти всё выплачено. И осталось совсем чуть-чуть. Почему? Потому что я ненавижу двигатель Ванкеля. То есть у меня постоянно, я уже устал ездить, ремонтировать Ванкель. И хочу помучиться с двигателем двухтактным. С точки зрения планера, это, конечно, тот же вид, только сбоку. Он, конечно, очень красивый салон. Всё удобно. И большой плюс – это кабина без вот этой перегородки, без дуги, которая, в принципе, мешает вот моё рабочее место, как вы видите, сзади. И я здесь буду жить, вот здесь. Здесь шире. Это не значит, что я должен больше кушать. Но, например, если захочется полетать с большим учеником, то, конечно, пространства для него значительно больше. Передняя кабина, но тоже шире. Всё выглядит весьма красиво. И основная идея вообще всего этого процесса – зачем я затеял замену одного планера на второй – вот этот двигатель. Как вы видите, здесь я могу подлезть к чему угодно. Могу залезть вниз. Вот вам вид на этот мотор снизу. То есть я могу в любую точку этого двигателя забраться, всё пощупать, в конце концов открутить его к чёртовой матери, взять вот, купить вот такую болванку за 15 тысяч евро целиком одну, снять, выкинуть и поставить новую. Почему я настолько озабочен этим вопросом? Повторю, потому что у меня постоянные проблемы с Ванкелем. Этот мотор, он хуже. Он вибрирует. Он кучу всего делает, чего не делает Ванкель. Ванкель, но он делает одно очень важное – он работает. Почему важно, чтобы мотор работал? Да потому что ты хочешь взлететь с утра. Почему, собственно, нужен планер с мотором? Чтобы можно было каждый день брать и летать, а не ездить, там, проверять какие-то свечки, ещё чего-то. Утомившая в меня история с эксплуатацией определённого типа двигателей привела к тому, что я вынужден один планер продать, другой планер купить, потерять огромные деньги. Но, по крайней мере, я теперь чётко осознаю, что же я хочу. То есть все рекламные ходы о том, что там один планер двигатель не имеет вибраций, что он прям такой хороший, а другой такой плохой, ещё чего-нибудь, они все примерно одинаковые, но здесь нужно смотреть на ремонтопригодность, на возможность взять, удалить один мотор и поставить другой. И вот в данном случае с двухтактным двигателем, даже с учётом того, что это двухтактник с впрыском, то есть, как вы видите, вот она рампа, и здесь нету карбюратора. У вас здесь впрыск и, соответственно, куча электронных датчиков, то есть куча проводочков, вот она идёт, бесконечное количество проводочков, разъёмчиков, вот этого чёрт-ничего, которое дальше идёт к какому-нибудь блоку контроля управления и так далее и тому подобное. И на финише управляется с этого приборчика контроля двигателя. Вот это всё в любом случае мне, как инженеру, понятно. То есть я могу понять, что вот это за датчик, вот что это за датчик, что-то он делает, могу долезть до любого датчика, могу, по крайней мере, сюда попасть. Свечи обычные, доступ к свечам взять, выкрутить прямо сейчас и поставить новые. А сейчас, друзья, я вам расскажу страшную историю. Мой друг, капитан оптимизм Владос Мотуза, он менял свечи на Ванкеле снизу. Там нужно залезть под фюзеляж, вот туда вот так, снизу. Там есть два отверстия. Вот эти две дырочки, вы их знаете, что нужно засунуть? Вот детородный орган тех дятлов, которые это придумали. И нужно было эти свечи специальным ключом выкрутить. По задумке инженеров, чтобы выкрутить свечку, используется вот такая красивая хрень, которая не работает, потому что свечку выкрутить ей невозможно, просто крутится вот эта вот проволочка. В итоге пришлось городить вот такую вот конструкцию, которая, да, помогла выкрутить свечку, снять головку со свечи, засунуть и так далее. Вот я тяну, видите, вниз вот. Эть! Она, зараза, не снимается. Уть! Вся милая операция. Мне напоминает, эть, вырезание глан через задний проход. Что-то похожее. Как говорил капитан оптимизма Туза, который первым делал вот эти действия с принцессой, снять это легко, Волков. Ты потом попробуй засунуть. И закуция закончена. Я это сделал где-то полтора часа мне понадобилось. Когда он занимался этим два с половиной часа и весь в масле вылез из-под принцессы, нашего планера, он сказал, что Игорь, только что я сделал... ...принцессе. Вот, и я вставил это в ролик. После чего, так сказать, зрители канала юного возраста, шестилетнего, пришли к маме и спросили, мама, а что такое дядя Влада сделал в принцессе? На что мой подписчик написал, Волков, ты не используй таких выражений, так сказать, в канале, потому что это невозможно. Но это, не знаю, как это назвать другим словом, извращение. Поэтому именно как инженер, который делал кучу конструкций в своей жизни и который плохо... Допустим, чтобы поменять муфту, мне пришлось одну лебедку разобрать от одного болтика до другого. То есть я провозил с этим полтора дня, после чего решил, что все, все свои будущие конструкции я делаю ремонтоприводными. Гайки забыли. На самом деле, видимо, делали срочно к выставке и забыли гайки. Друзья, посмотрите, основной плюс, который даже я до сих пор не видел, это наличие огромного количества ремней. Вы видите, что это не один ремень? Раз, два, три, четыре, пять. Пять ремешков, которые... Ну вот они, соответственно, вращают винт. То есть редуктор получается обычный поликлин, не зубчатый ремень, который там, как обычно, ставят, а вот этот поликлин. И чем это хорошо? Вот вы спросите, Волков, а что ты такой радостный от этого поликлина? Друзья, а это хорошо, потому что обрыв одного ремня вы увидите. Это пятикратное резервирование. Ну, понятно, почему нужно пять ручьев, чтобы передать мощность всю целиком. Чем хорошо пятикратное резервирование? Тем, что порвется ремешочек, вы увидите. Чем старше он обрыв ремня? Дело в том, что в этом случае вот этот вот весь диск, вот этот вот весь пропеллер, он превращается в огромный аэродинамический тормоз. То есть у вас не просто вот винт торчит в воздух, когда он установлен, а вот эта вся штука превращается в один большой тормоз и останавливает планер в воздухе. Я знаю два случая обрыва ремня. Про один мне рассказывал Клаус Ольман, как у ребят порвался в Аргентине в сильном месте, там они летали на склоне, порвался ремень, и двигатель просто превратился в тормоз. Они там висели несколько часов, пытались набрать высоту, чтобы вернуться на аэродром, потому что до аэродрома не долетали. Смогли вернуться. А второй случай очень грустный. Погиб мой друг. У него порвался ремень в воздухе. И это было практически на взлете. И когда мы обсуждали это с Клаусом, он сказал, что Игорь, у него почти не было шансов, какой бы он не был хороший пилот, когда у тебя останавливается, когда у тебя вот этот винт переходит в авторотацию, его же перестает что-то тормозить, он начинает бешено вращаться, получается тормоз, в этот момент еще взрывает двигатель, ты не знаешь, что делать, тебе просто берет и останавливает в воздухе. Поэтому обрыв ремня самое страшное, что может быть. И вот здесь шансов, что это будет, значительно меньше. Система с электромоторчиком FES максимально надежная, максимально простая. Это дискус, планер стандартного класса. Ну, здесь все достаточно просто. Нажал на кнопку, пропеллер открылся, планер полетел. Однако гораздо интереснее электрическая версия. Посмотрите, как выглядит электрический планер от Schumpherz. Вот такие две батарейки. Как мы уже говорили, батарейки в крыле, возможно, лучше. Но с точки зрения обслуживания, вот взять, вынуть батарейки, что-то с ними сделать, посмотреть, какие на них красивые пупочки и так далее. Это тоже своеобразное решение. И вот вы видите здесь моноштангу. То есть она одна-единственная. С точки зрения, конечно, аэродинамики, вот такая конструкция, возможно, аэродинамически более чистая. И вот эти створки в рабочем положении, то есть вы видите, что двигатель не дошел до конца. Когда он доходит до конца, вот эти створки все закрываются. То есть здесь нет никакого контроллера, который нужно охлаждать. И это в некотором роде тоже улучшает аэродинамику. Поэтому, как вы видите, в инженерном смысле есть как плюсы, так и минусы. Авиация это постоянный неизбежный компромисс. В любом, так сказать, планере всегда есть какие-то плюсы, какие-то минусы. В данном случае здесь аэродинамика лучше, то, что батарея фюзеляжа хуже, ну, с какой-то стороны лучше и так далее. То есть вы можете выбирать из кучи вариантов. Входит и выходит. Замечательно выходит. Друзья, это система слива водобалласта. Видите, как красиво работает. Открывается и закрывается. Есть механические системы, а это электрическая. Ну, заодно вы видите, как выглядит лонжерон на планере. Друзья, это мигалки. Те, которые мигают. Видите, специально положена бумажка, чтобы они не мигали, как должны. Самые лучшие системы в мире для предупреждения столкновений. Они реально очень круто работают. Я все больше и больше... Во-первых, они обязательными стали. То есть без этой штуки вы планер уже не продадите. Или не будете эксплуатировать. То есть планер, который мигает вот этой мигалкой, я где-нибудь кусочек вставлю из другого видео, где есть. Он прям ух, как мигает. Так что безопасное, что все. Друзья, и о приборах. Вот смотрите, сколько всевозможных приборов. Это Audi, которым я пользуюсь. Он работает прекрасно, как пауэрбанк и как полноценный прибор, позволяя летать для парапланиристов. Есть версия для планиристов. Очень доволен. То есть пользуюсь. Огонь. Мало того, сюда вставляется сим-карта. И это позволяет иметь полностью всю погоду во время вашего полета. То есть вы можете на экране подключить ваши любимые прогнозы. Там SkySight или еще что-нибудь в этом роде. И видеть, что творится. Ну, как резервный прибор великолепен. Самое главное, не уставать от планиризма. Мой самый ненавистный элемент это сборка и разборка планера. И вот, например, компания, которая прекрасно организует процесс сборки и разборки. Моя любимая штука, вот. Я купил ее еще осенью. И это великолепно. То есть она на радиоуправлении перемещается вверх, вниз, право, лево. Я обязательно сниму ролик, как я этим пользуюсь. Очень удобное оборудование. Все продумано, грамотно. То, что позволяет вам не мучиться со сборкой планера. Я всегда говорю, что если бы планер нужно было собирать, разбирать каждый день, я бы бросил планеризм. И это правда. А это замечательная компания LXNav, которая делает самые лучшие приборы на планете. Ну, у меня такие как раз. И... Не бывает лучше. Бывает дешевле. Но лучше точно не бывает. Самые разные конфигурации, самые разные размеры. Высочайшая надежность этих процессов. Вот это вот для большой авиации, я так понимаю. Видите, какие штуковины. Много останавливаться мы не будем. Но самое главное, что вы должны понять, что это очень просто, очень надежно. Никогда не отказывает. Всегда прекрасно работает. Сколько антенн. Чтобы лучше видеть. Чтобы фларм лучше работал. Я себе под такой прибор поставил. LX9070. Посмотрите, как можно смотреть всю погоду, все пространство там крутить. В общем, я сниму обязательно, как мой работает. Если вам не нравятся квадратные, есть и круглые. Видите, они тут тоже дают. Можно, если у вас хорошее зрение, можно это все разглядеть, что здесь как творится. В общем, лучше приборы на планете Земля. Почему я так думаю? Потому что я это использую. Перепробовал разное. Работает прекрасно. Вот он этот электрический аппарат. Вентус. Некоторые спрашивают Игоря, почему так крыло излобано? Потому что часто так удобнее его ремонтировать, выводить поверхности. Немножечко, как говорится, прошлого века что-то осталось. Но в целом не влияет это кардинально на динамику. Сейчас можно, конечно, сделать всю линейную поверхность более ровную. Но гораздо лучше потратить энергию и ресурсы на установку вот такого замечательного электродвигателя. Электрические планера представлены на выставке в полной мере. Это южноафриканская фирма, которая, видите, как у них очень многое сделано очень изящно. Тоже небольшой винт, относительно совсем небольшой. Такой же мотор, все ставят одинаковые. Никакой здесь разницы нет. Вот их решение. Батарейки, я так понимаю, он где-то в фюзеляже, то есть не в крыле. Планер считается очень интересным, потому что GS-3, он летит, наверное, быстрее, чем все, что может летать. Но, на мой взгляд, есть и небольшой минус. Он заключается в том, что это все-таки сверхспортивная штука. То есть на таких планерах могут летать очень хорошие пилоты. И вот если вы там научились в летной школе и пошли летать, сразу вот такой планер покупать. Ну, как-то переборчик. С другой стороны, они хорошему пилоту дают максимум, крепкий максимум возможностей. При буксировке такой планер требует уже там 130-140 км в час, если его за самолетом тянуть. И это, конечно, напрягает определенные самолеты. А в такой версии самовзлетной вообще никаких проблем. Взял, сам взлетел. То есть вот эта проблема с высокой скоростью буксировки проблемой уже не является. Вот где у него за спиной батарейки. Здесь, конечно, минус в том, что багажника, как говорится, нет. Зачем нужен багажник? Степан купил себе АС-33, как раз электрический планер. Он путешествует по миру, на планере приземляется, взлетает на следующий день, летит так, не знаю, там 5-6 тысяч километров путешествия делает. И, конечно, для этого нужен багажник, держать палатку, еще что-то. Здесь багажника, увы, нет. Если вам нужен багажник, значит, должно быть что-то другое. Это версия с турбинкой. На турбинах я вдоволь полетал. Взлетать он с такой турбиной не может, но, допустим, куда-то долететь может. С этими турбинами было огромное количество проблем по их регулировке, то, что они долгое время то запускались, то не запускались. Но, сейчас это все уже отлажено и вполне себе нормально работает. Вот как-то над Африкой не запустился, не запустилась такая турбина у его капитана оптимизма Мотузы. Не знаю, насколько он был после этого оптимистичен. А это, друзья, моя тоже любовь ДГ. Я относился к планерам ДГ, ну так, с холодцой, потому что, ну как-то они все время там, грубо говоря, на третьем месте из производителей. Но, полетап на ДГ500, я стал фанатом такой крепкости, какой-то практичности, надежности. И, вот вам, пожалуйста, ДГ1000. Версия с электромоторчиком. Вот у вас, пожалуйста, винт, который раскладывается в фес. Вот там, где-то прячется совсем маленький моторчик. Эта штука взлетать сама не может, но вполне себе может лететь, ну, долетать куда-то. И, посмотрите, какая гигантская кабина. То есть, вот я прямо узнаю свой ДГ500, а кабины, на самом деле, еще больше. Очень удобная, наверное, самый удобный фюзеляж, который я мог себе представить. Не знаю, в Аркусе еще посидим, полетаем. Но, вот, все сделано очень хорошо. И, с учетом цены, конкурентным. То есть, многие клубы покупают такой планер именно потому, что это не так дорого, очень качественно и достаточно практично. Летные характеристики, ну, такие. Он, конечно, не чемпион, но практично, просто, надежно, без всяких изысков и крепко. То есть, конечно, шасси у этого планера одно из самых крепких в классе, мощное, высокое, вот это вот, кстати, как раз батарейки от системы ФЕС. Дверка закрывается. Шпингалет, да, я так и думал. Классический шпингалетик, как, так сказать, сами знаете где. Большой киль, большой стабилизатор. То есть, это планер без вот этой претензии к соревнованиям в 20-метровом классе, но как раз за это многие клубы его любят, именно за то, что он очень практичный. Общение с фирмой ДГ странное, то есть, как-то они на мои письма не отвечали. Когда я стал владельцем ДГ-500, я заказывать пытался запчасти, еще что-то делать, и для меня планер оказался не очень практичным, 500-ка, потому что за год я извел 17 тысяч евро на ремонт двигателя и там сопутствующих всяких систем, и решил, что нет. Все-таки старый планер 30-летний, конкретно от этой фирмы, я не готов эксплуатировать, я его продал. Хотя планер мне очень нравился. Ядерный чемоданчик. Зачем эта штука? Это лучший производитель приборов для планера Winter. Оно все работает изумительно. Вообще во всех планерах стоят. Без ошибок на всех языках. Да. Без ошибок. Здрасте. Здрасте. Это система для тестирования приборов. Как видите, в разном дизайне все бывает. В таком, в старинном, в любом. И работает крайне надежно. Подсветочка вот есть, пожалуйста, вам. Замечательная контора. Лучшая на планете. А это, друзья, еще один представитель двухместного класса. Планер Tvershark. Вот как раз эта штука уже участвовала на соревнованиях. Мы с ней гонялись на чемпионате мира в Венгрии. Вот. И есть действительно только... Одинственная проблема. Посмотрите, в заде очень мало места. То есть, конечно, удобно смотреть приборы и так далее и тому подобное, но места реально мало. Заднее сидение регулируется плохо. То есть, я эту штуку отмел, невзирая на неплохую цену, только потому, что мало места для инструктора. Двигатель тот же Solo. Вот. С тем же самым легким доступом ко всем агрегатам. Но ремень, заметьте, вот он. Видите? Зубчатый ремень. Уже там карбоновый, понятно, никогда не должен порваться. Но все-таки вот версия с поликлином мне очень понравилась. Лучше пять ремней, чем один. От этого же производителя только не двухместный шарк, а одноместный. Тоже с электромоторчиком. Как вы видите, схема все та же. Вот она, мачта выдвигается. Вот оно сейчас в задвинутом положении видно все отсеки, насколько минимальное сопротивление будет по фюзеляжу. Батарейки, скорее всего, не в крыле, да, в крыле пока только шлякер делает. Ну и вот кабинка, все красиво. Вполне себе нормальные планера такого класса, скажем так, не совсем дорогого. кстати, интересно, видите, крыло практически безизломной такой элементической формы. Вот его характеристики, история фирмы, как водится. Огонь. Версия с турбиной тоже производится. Турбина у всех одна и та же стоит, немецкая, по-моему, килограмм сорок тяги она дает. Пожалуйста, такая версия, версия с фесом и версия с обычным двигателем внутреннего сгорания, тот же самый соло, который мы уже видели. и тот же самый ремень, но так как соло менее мощный и ремень, соответственно, менее широкий. Ого, какое шасси, друзья, какое гигантское шасси мощное. Посмотрите, какой мощнейший пропеллер. Это силовая установка точная от Антареса 20-го. Планер Антарес делает вот эта компания и он, конечно, в свое время был безумно анимационным. Вот это силовая установка. Посмотрите, как красиво интегрирован винт. Мотор такой кольцевой. На таком планере летает Клаус Вольбон. Батарейки здесь сразу же в крыле. Вот это один из двух планиров, у которого батарейки в крыле и дальность и так далее. Характеристики все значительно увеличено в современной версии этого планера. Пожалуйста, как для нам красиво все сложили. О, немножко проветрить. кайф, кстати, жарко. Видите, можно спокойно запускать в помещение электрический планер. Я тоже так сделаю. видно, для канала мечта летать решили снять полное шоу. Пэк, пэк. Вот как красиво. И сама скорость выхода этого мотора раз и все. Готов, готов к работе. я не побоюсь этого слова, наверное, вот это самый лучший электрический планер на планете. Клаус Вольман очень доволен этим планером и будет делать на нем дальнейшие рекорды. еще одна из электрических версий. Это какой-то такой относительно учебный планер короткокрылый. Оборудованный системой ФЕС. Можете наблюдать. ПВ. А, ПВ, это вот ПВ было 5 или 6. Польский планер должен быть не очень дорогим. А вот это будет наверное интересно на постсоветском пространстве. Это наследник янтаря. Польский планировщик. Ну видите недорогой SSD 55 не знаю как он летает честно скажу но делают их тоже в виде ФЕСа но основной плюс конечно это не очень высокая стоимость. и вот что-то вариация в стиле Пухача на какой-то двухместное да ну нет это перкос это перкос пилотаж депланер действительно неплохо летит с пескозом смешная история однажды я отрубил крыло небосый 4DM прям подъехал к нему мотором бак-бабах отрубил если хотите историю потом расскажу сочетание глупости и тупости и в итоге страховки сработали я арендовал как раз старенький перкос вот этим двум ребятам которые на длиннокрылом планили там с 25 метров размахом летали 2 недели гоняли на нем гоняли ну волков ну зараза самое было смешное что потом встретились в Южной Африке я приезжаю они смотрят и ты здесь я говорю да как потом подружились летали вместе потому что я их обгонял планер открытого класса я на своем 20 метровом обгонял так что не как-то конечно размер имеет значение но не всегда друзья мы совершенно не можем понять что это за штука идет куча трубочек ходит вот такая штуковина вот если кто-нибудь в этом разберется буду признателен за комментарии что может быть какой-то вздух погранслоя или еще что-нибудь вот как эта штука выглядит на картинке надо будет сам с удовольствием почитаю посмотрю что это это предкрыло к друзья вот оно как работает что же это такое куча трубочек я уж не знаю зачем видимо там какие-то актуаторы на планере закрылок вот вот это да вот это вот такого еще и не видел я а это друзья новый планировочек моего коллеги Стефана новый шлейфер с 33 ми который сделан в эксклюзивном дизайне я видел как сам Стефан сшил себе вот эти все обновки внутри очень красивый планер очень красивый мотор вот собственно сам Стефан стоит рассказывает это мы уже видели С-33 на стенде у Шляхера а пока просто вот счастливый обладатель парень очень талантливый чемпион Германии чемпион там на чемпионате мира так сказать участвовал и хорошо а это его проект с приборчиком вот такой приборчик он некоторая конкуренция всему остальному стоит недорого программы обновляются хорошо можно заложить кучу приложений всевозможных блоки датчиков и так далее то есть ну такой один из вариантов оснащения кабины если вы не хотите использовать например тот же почему стефан купил именно этот планер видите сколько мест в багажнике вот туда он будет упихивать свои вещи для путешествий как я говорил батарейки здесь находятся в крыльях довольно большие стефан конгрулиляшинс лучший глайдер в мире ну ну это не чемпион глайдер у тебя много места для путешествий да больше чем других глайдеров я бы сказал это причем вы купили это да это эгономика я люблю спасти вокруг как я сиду и так и так я люблю это АСГ-29 уже и это уже немного улучшено и я тоже люблю аэродинамику конечно высокая лодка с 10 метров лодка и конечно И, конечно, как это работает, как это работает, и так далее, это очень прекрасно. Я имею больше размера, чем, скажем, J3. Рез, например, здесь 25% больше капитализации. Да, большая батарея. Для путешествий по глидерам, путешествий и так далее, это немного лучше, дает немного свободу, я бы сказал. И также, я могу самостоятельно с 600 килограммами в соревнованиях, которые не позволяют, например, для J3. Они уникали до 575, я думаю. Но, да, эти две были в основном решении, которые я выбираю, я выбираю, потому что Вентюс не был там, но я думаю, что это тоже отличный глидер. Я люблю электрик-флайн-концепт, я думаю, что это хорошо для наших глидеров, и также для наших видео, YouTube-видео, и так далее, потому что это инвироментально-friendly, или более инвироментально-friendly. Электрик-флайн-концепт – это в будущем. В интернете я использую электрик-пипистрейл, это очень весело, я играю с моим сыном Максом, и электрик – это в будущем. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. И я уверен, что у этого замечательного пилота огромное летное будущее, и мы будем с удовольствием смотреть его видео с путешествиями над Альпами на электрическом планере. Это баги, сделанные из планера. Смотрите, друзья, какая классная гоночная штуковина. Цепь, привод на шасси. Можно гонять. Не знаю, что это такое, но выглядит феерично. Вот такая штука. Очень веселая. А вот и производитель вот этих замечательных носовых моторчиков. Он общается, это мой друг Люка. Он сам придумал вот эту штуковину. Давным-давно. Но она впервые применялась на лаке, мини-лаке. Сейчас это вот поставлено на Ventus. И, конечно, сейчас достигло совершенства. Если вы видите экран, то на LX, например, уже выведены полностью все параметры мотора. То есть маленький экранчик отвечает за контроль мотора, собственно, дает тягу. А параметры работы всей установки еще выводятся уже на LX. То есть это такой версия 4. Как дела? Как дела? Как дела? Как дела? Это уже четвертая генерация батареек. Посмотрите, какой красивый экранчик. О! Жидкокристаллический. Состояние батарейки показывает. Очень красиво. И батарейки, на самом деле, уже очень надежные. Потому что первые были литий-полимерные. Они, конечно, горели только в путь. А вот эта штука уже очень надежная. Вот я сам вижу первый раз. Как красивый же кристаллический экранчик вот этот пассивный. Прямо действительно красиво смотрится. Ядерные чемоданчики. Это норма безопасности. Он полностью стальной. Из трехмиллиметровой стали нержавеющей. Очень красиво выглядит. Ну, собственно, сам моторчик как смотрится. Это контроллеры, там, заряднички. А это лебедки. Это то, чем я занимался всю мою жизнь. Можно сказать, конкуренты. Только сейчас я лебедки уже не делаю по ряду причин. Но мечтаю сделать электрическую лебедочку. А вот на этих лебедках я черпал в свое время вдохновение для моей первой лебедки гидравлической, которая закидывала с километра бланек на 700 метров. Она, правда, осталась далеко-далеко от меня. Друзья, а вот и Томас, который ждет этот планер уже. Как мято? Десять лет. Десять лет, представляете? И давайте загадаем, чтобы мечта сбылась. А если она не сбудется, мы камня не о камне не оставим от этой конторы. Что я не успел сказать. Прицеп, конечно, красивейший. То есть здесь все сделано просто мега инновационно. Очень красиво. Смотрите, какой отсек потрясающий. Подсека гаванища. Сама форма этого прицепа. Вот это все, если делают обычно бока из, так сказать, алюминия, это все из пластика. Прицеп получается легенький, крепенький, жестенький. Правда, не знаю, насколько это все-таки пластик лучше алюминия, но неважно. Выглядит все прекрасно, но купить нельзя. Одна маленькая мелочь. Купить, в принципе, можно, но нельзя, так сказать, получить. Моторчик какой, а? Ну, винтик. Как все изящненько, красивенько. Но и работает. Ну, точнее, работает. И тоже летает. А это, друзья, Штемме. Именно то, что сейчас я с Питером должен встретиться, который живет в Африке. Я у него купил планер. Только что мне про него рассказали кучу хороших вещей. Что-то замечательный еще и человек. Друзья, долгознанная встреча. Мой с моим другом Питером, который продал мне планер Штемме в Солнечной Африке, в самой Южной Африке. И сейчас вот, пожалуйста, мы подписываем все бумажки. Этот момент мы показывать не будем, но я, посмотрите, какой я счастливый. А это как выглядит стандартный Штемме. Пожалуйста. Здесь должен быть уже новый винт. Я видел видео, как снимали, как делали какой-то хитрый новый винт от какой-то хитрой новой компании. Так, собственно, это, кстати, S10, даже не S12, видите. То же самое, что будет у меня в Южной Африке. Про Штемме я вам, конечно, наснимаю огромное количество видео. Друзья, все получилось. Встретимся в Южной Африке. See you in South Africa. Ну что, друзья, вот такую штуку мы только что купили. Будем летать. До встречи в Южной Африке. На этой оптимистичной ноте я, пожалуй, закончу приключения на выставке, потому что реально устал. Снимал вам немного. Ну, хочу просто побродить сам. Посмотреть, может быть, еще что-то сделаю. Какие-то вставочки. Сделаю вторую серию. Но сейчас вот пропланирую все, что мог, наболтал. Ну и есть какая-то энергетическая составляющая. То есть вот это вот смотришь, 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 говоришь, говоришь, говоришь. И вот нету сил. Пишите. Пободрите меня в комментариях, чтобы в следующем видео было лучше. Ге-гей.